В этой короткой партии во французской защите белые наказали черных за жадность. Давайте посмотрим d5, конь c3, слон b4. И белые отвечают слон d2, жертвуя пешку e4. Это продолжение ведет к достаточно острой игре. d, e, ферзь g4. Двойной удар, нападение на пешку g7 и пешку e4. Конь f6, хороший ход, ферзь бьет на g7, нападая на ладью, ладья g8. И ферзь h6. Здесь черные жадничают в первый раз, играя ферзь бьет на d4. Следовало все-таки продолжить конь c6. Это было бы наиболее безопасно и вело к равной игре. После хода в партии ферзь бьет на d4. Белые делают длинную рокировку. Конь g4, нападая на ферзя. И ферзь h4. Белые расставляют хитрую ловушку. И черные, гонясь за материалом, в нее попадают. Они берут пешку f2. Черным кажется, что они выиграли. Так как если белые побьют ферзя на f2, то тогда конь возьмет на f2, будет вилка. И черные выиграют еще и целую ладью. Но последовало неожиданное. Ферзь d8, шах. Черные не понимают в чем дело. Берут ферзя и следует слон g5, двойной шах. Известно, что защита от двойного шаха только от одна. Это отход королем из-под удара. Король e8 и следует ладья d8 мат. На девятом ходу черным не надо было жадничать. И после ответа белых ферзь h4, играть не ферзь бьет на f2, а сыграть конь d7. Это вело к острой игровой позиции с равными шансами. Субтитры создавал DimaTorzok